Видеокурс техника удара в муай-тай. Изучи технику ударов руками, ногами, локтями, коленями и отправляй всех в нокаут. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте, с вами я, Варченко Италий. Сегодня у нас такая боевая отработочка очень хорошей комбинации. Такая серьезная именно тайская комбинация с использованием рук только, но используем прямые и локти. Очень хорошая, довольно-таки, я сказал бы, что сложная, но нескольких технических элементов есть именно тайских, которые надо отработать. Это локоть с разворота непосредственно. Вся наша комбинация это два прямых, левый, правый, прямой. Сразу правый локоть и делаем за шаг правой ноги и левый локоть с разворота. Очень боевая такая, хорошо применяется. О, мне поможет сейчас, скажу, что имеет прелесть в том, что противник сразу закрывается. После двоечки вы стали, работаем двоечка. Раз-два, противник сразу закрывается, да, в глухую защиту. Сразу на подшаге, с левой ногой мы добавляем правый локоть. После правого прямого сразу правый локоть. И сюда же за шагом между перчаток стараемся пробить левый локоть. То есть очень хорошо, да, когда противник зашел. Он два прямых принял, он ждет. Он ждет наших дальнейших действий, но он не ожидает локтя. Никак не ожидает. Мы ему этот... Мы раз-два, он закрылся, туда между перчаток опять стараемся локоть просунуть сверху вниз. Да, пробиваем. Немножко его раскрываем этим ударом. Или правым локтем, когда добавляем правую руку на сторону, снимаем. И сразу за шагом туда идем и вставляем уже в открытую голову локоть с разворота. Очень неожиданно. Особенно неожиданно, если противник начинает еще и отвечать. Да, обычно два прямых попринимали и стараются там левым джагом бросить. Или правой рукой ответить. И в этот момент еще локоть идет. То есть я сейчас два прямых брошу, уговый левый прямой ответит. Идем раз-два. Он прямой отвечает, а я вхожу сразу с правым. Если такая ситуация будет, на противоходе, как раз на встречный правый локоть сразу ляжет, если в город попадет. Вы это отрабатываете в парах, аккуратно, спокойненько друг другу набрасываете. То есть на защиту учитесь принимать, на глухую защиту. Не надо ничего выдумывать, никакие сбивки там, секретные блоки. Просто принимаете на перчатки и сразу стараетесь отвечать. Обязательно на локотниках не повредить противника. На парника уже, да, вы отрабатываете на парника. То есть и мы сейчас работаем чуть ближе. Сейчас два прямых, два локтя. Идем раз-два, локоть правый и с разворота идем. И стоечку вниз. Раз-два, локоть правый и левый с разворота. Раз-два, три локоть, четыре локоть с разворота. Раз-два, правый и левый с разворота. И опять работаем. Раз-два, и правый на левой ноге выпад и за шагом левый потом локоть. Раз, два, локоть правый и левый с разворота. Раз, два, три локоть, четыре локоть с разворотом. Раз, два, правый и левый с разворота. И опять работаем. Раз, два и правый на левый на него выпад и за шагом левый потом локоть. Левый локоть даже мы отрабатываем парно, левый локоть с разворота все равно проходит между перчатками. Даже когда я знаю, что сейчас будет локоть с разворотом, он все равно проходит. Всего траектория такая настолько непредсказуемая, скажем так, она предсказуемая, но от нее тяжело защититься, так как она снимает руку с защиты. То есть, когда стоит противник, вы бьете левый локоть с разворота, вы снимаете сначала трицепсом руку, а потом проходит сам локоть. То есть, мы стоим, вот ближе на камеру, когда я бью левый локоть с разворота, я сначала трицепсом снимаю правую руку, видите, а потом локоть попадает в лицо. Так, мы фронтально на камеру ставим, просто ровно, да. То есть, когда идет локоть с разворота, вы снимаете рукой правую руку, она уходит в сторону, а локоть ложится чисто в голову. То есть, даже когда стоит глухая защита, эта рука уходит, а потом туда попадает локоть. Очень такое тяжело, можно тяжелый нокаут сделать. Серия очень хорошая. Если вы видите, что противник от ваших прямых начинает закрываться, можно смело стараться эту серию пробить. Раз, два, три добавили и сразу с разворота четыре. Именно уже такой акцентированный жесткий удар. На этом все, пройдите по ссылочкам ниже, больше интересного. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!